Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана и сегодня мы с вами разговариваем о молодых растениях винограда, об осеннем уходе за ними, поговорим о растениях первого, второго, третьего года жизни, что с ними делать в осень, как их правильно обрезать, когда это делать. И, конечно, разберем как классические случаи, так и исключения. Весной мы посадили саженцы винограда и что мы видим осенью? Развиваются они по-разному. Есть саженцы, которые выросли на метр, на два, на три. Вот смотрите, вот эти у меня по весне были совсем маленькие и слабенькие, но в итоге выросли, с учетом того, что они опускаются, почти на два метра. Но есть вот такой малыш, который вырос всего лишь, ну сколько тут, сантиметров 50. То есть саженцы всегда все развиваются по-разному. И зависит это от очень многих факторов. И от ухода, и от того, как вы посадили, и от качества саженца. Бывает так, что и саженец был хороший, крепкий. И вроде вы посадили правильно, но растет он не очень хорошо. Да, такое бывает. Это не значит, что продавец вам продал плохой саженец. Это не значит, что вы что-то сделали неправильно. Просто так сложились определенные факторы. Но сейчас для нас осенью самое важное не сила роста куста, а то, как вызрела его древесина. Вот этот маленький тоненький малыш, видите, у него коричневый стволик. И считаем, у нас вызрело раз, два, три, четыре, пять, шесть, практически семь почек. Вот это самое главное, чтобы у нас вызрело хотя бы две. Уже этого будет достаточно. Особенно, если при посадке пару почек мы заглубили в землю. Я это показывала и проговаривала, что в наших условиях это очень важно. Если что-то плохо вызревает, что-то случается с надземной частью, то подземное по весне может дать рост. Вот тоже небольшой саженец. Не очень хорошо он рос, но пару почек вызрело. Этого уже достаточно. Плохо, если не вызрело. Совсем ничего. Я про такое вам говорила в одном из прошлых видео. Но если у вас совсем все вот такое вот зелененькое, и наступает опасность заморозков, ну нам в этом году просто очень повезло. Начало ноября, еще ближайшие две недели вроде как по прогнозу морозы не предвидятся. Но если вы понимаете, что у вас вот такое вот все зеленое, и вот-вот наступают заморозки, выкапываем в горшочек и в подвал. Все. Вот такая зеленая часть, она не зимует. Дальше мы помним, что виноград любого возраста нужно обрезать. Когда мы делаем обрезку. Вот с молодыми растениями я бы советовала не спешить. И сейчас объясню почему. Дело в том, что вот в этой древесине, которая вызрела, есть определенный запас питательных веществ. Поэтому пока растение молодое, пока побежики у него вот такие вот тоненькие, лучше обрезку провести ранней весной. Чтобы зимой у него все-таки был некоторый запас питательных веществ. Поэтому сейчас по осени, как только первые пойдут морозики, мы уберем то, что не вызрело. Потому что, напомню, невызревшая часть, она не зимует. Вот смотрите, вот здесь видно коричневое. Еще вызрело. А здесь уже не совсем. Пока еще стоит тепло. Еще даже здесь какие-то могут процессы завершиться. То есть вызревшее мы все оставим. Все зелененькое отрежем, уберем. И уже по весне будем делать обрезку. Помним, для растения первого года мы оставляем две почки. Раз, два. И вот здесь обрежем. Но помним, сделаем это весной. Вот здесь тоже. Раз, почечка. Два почечка. И вот здесь отрезали. Но это мы рассматриваем стандартный случай. Потом еще поговорим об исключениях. Потом, если все у нас было хорошо, из каждой из этих почек вырастает по одному побегу. Вот. Двухлеточка. Вот. Один побег пошел. Вот. Второй побег пошел. Вот смотрите, это тоже кустик второго года. Но видите, у него побежики тоньше. И вот когда они такие тоненькие, их тоже можно, как у первогодок, оставить. Убрать только невызревшее. Смотрите, вот. Вызревшее. Вот пошла зеленая часть. Зеленую мы уберем, когда придет первый заморозок. Остальное мы все оставим. Но весной обрежем вот здесь. И вот такой куст у нас получается на третий год. Вот четыре рукава, которые у нас выросли из тех самых почек, которые мы оставляли. И вот уже здесь были плодоносные побеги. Вот эти вот коричневые. И нам на следующий год надо будет оставить вот эти побеги. Отдельное видео по обрезке таких кустов и старше будет, ну, пока еще резать рановато. То есть тут мы уже пойдем по классической формировке. Мы с вами поговорили об правилах. А теперь будем разговаривать об исключениях. Всем, конечно, всегда хочется все ускорить. Получить урожай быстрее, быстрее посмотреть, что у нас за сорт. И бывает, что наши молодые кусты растут очень хорошо. И формировать их можно гораздо быстрее. Да, либо вариант второй, когда по каким-то причинам что-то идет не так, и куст растет слишком медленно. Сейчас разбираем именно эти случаи. Значит, смотрите. Вот у нас однолетка. Толщина лозы. Ну, по сравнению с моим пальцем. Да? Очень хорошая. То есть он крепкий. С этим идет ни в какое сравнение. Правда? То есть вот у такого крепкого, хорошо развивающегося куста можно оставлять гораздо больше почек. Можно оставлять побег настолько, насколько нам позволяет вызревшая древесина. Хотя может случиться и так, что он рос вот так, а вызрело у вас всего лишь на две почки. И мы помним, что все, что не вызрело, мы убираем. Но если у нас вызрело, в данном случае у нас вызрело сантиметров 70, вот это все мы и оставляем. А весной мы посмотрим, как вот здесь побеги из этих почек будут развиваться. И будем убирать слабенькие. И таким образом регулировать рост. И вот при таком развитии молодого куста абсолютно не исключено уже в следующий год получить с него какую-то сигнальную гроздь. Ну, такое возможно только в случае, если куст хорошо развивался. Если он вот такой вот тоненький, вот такой, то делать это ни в коем случае не стоит. Не жадничайте. То же самое на втором году жизни. Смотрите, вот этот куст прекрасно развивался. Достаточно толстенькие побежики. Видим? Прекрасно вывезли. Вот этот побег на метр даже больше. А второй чуть меньше, но тем не менее. То есть вот здесь я ставлю вообще все вызревшее. Поэтому раз они росли хорошо, в следующем году я их помещаю в горизонтальном положении. Это у нас получится плодовые стрелки. И отсюда, из каждой из этих почечек, пойдут побеги, которые уже могут показать какие-то грозди. Дальше я буду нормировать всеми зелеными побегами. В зависимости от того, какая будет сила их роста. Но вот с этим кустом такой не пройдет. Посмотрите, здесь он гораздо слабее. Побеги гораздо тоньше. Поэтому его мы мучить не будем. Мы его помним, оставим вот это до весны, а по весне обрежем на две почки. Здесь и на две почки. Здесь не жадничаем. А вот смотрите, еще одно исключение. Только обратно этому кусту четвертый или уже даже пятый год, я не вспомню. Ну вот слабенько он растет. И с учетом плохих погодных условий, видите, в этом году вот был только один такой тоненький побежек. Ну какие здесь рукава, какие здесь плодовые стрелки, что здесь формировать. Тоненько оставляем вызревшее все до весны. А весной максимум на четыре почки. Максимум. А то и на две. То есть здесь мы не смотрим на возраст. Мы смотрим на то, сколько это растение может потянуть. А потянуть оно сильно не может. И нам лучше оставить меньше почек, вырастить из них нормальные побеги, нормальные плодовые стрелки, нормальные рукава. И тогда он сможет потом хорошо расти. А иначе он будет вот так вот чахнуть, что-то обо что. И растение будет мучиться, и мы будем с ним мучиться. И вот показываю пример. Весной мы сделали такую обрезку. То есть тоже тут куст уже, наверное, 4, 4 или 5 год. Но ввиду всех неблагоприятных условий. Вот у нас старая древесина. Вот у нас должна была идти плодовая стрелка. Она была гораздо длиннее, и там были такие слабенькие почечки по весне. Мы ее обрезали и пустили вот две почки. Раз, два. Максимально близко к старой древесине. И в итоге за сезон у нас выросли хорошие большие побеги. Почти на 3 метра, даже больше. Они прекрасно вызрели. И это уже будут плодовые стрелки на следующий год. То есть для того, чтобы у нас все хорошо и успешно росло, нам надо запомнить несколько простых вещей. У всех правил есть исключения. Поэтому мы смотрим не только на возраст растения и формируем его не только согласно его возрасту, но мы смотрим на то, как оно развивается. Если оно развивается хорошо, мы можем процесс ускорять. Мы можем оставлять больше почек, мы можем оставлять больше побегов. Если растение слабое, мы совершенно не смотрим на его возраст. Мы формируем его согласно тому, какая у него сила роста. И при этом оставляем почки максимально близкие к корню. Потому что если мы будем давать расти почкам вот здесь, где-нибудь дальше, мы получим вот здесь тоненькие проводящие пути. Поэтому вот конкретно у этого саженца я весной буду оставлять почки вот здесь, максимально близко у корня, чтобы вот отсюда развивались хорошие и толстенькие побеги. Также не забываем про некоторый запас почек и древесины на зиму, потому что за зиму много чего может случиться. И весной могут прийти возвратные заморозки. И повторюсь, может прийти мышь, может что-то выприть, может еще кто-то покусится на ваш виноградник. Поэтому всегда лучше иметь запас. Но весной, согласно росту, не жалея, обрезаем. Возможно, что для кого-то это все покажется слишком сложно. Но поверьте, это все кажется только в начале. Как только вы научитесь чувствовать виноградный куст, как только вы найдете к нему подход, вы сразу увидите результат своих трудов. И ваши растения отблагодарят вас хорошей и вкусной ягодой. Ну а на этом я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, в комментариях пишите свои мнения, задавайте вопросы. Под видео, нажав кнопку «Еще будет», будет ссылка на каталог наших сортов винограда и мои контакты. До новых встреч! До новых встреч!